МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подскажите, насколько сейчас восстановился поток туристов? Туристический поток восстановился летом на внутренние направления, на туры на Алтае, туры в Россию. Сейчас осень, осень – традиционное время снижения активности туристов. В этом году, конечно, еще и наслоились ситуации с коронавирусом. Поэтому говорить о каком-то восстановлении туристического потока очень сложно. Я думаю, что мы сможем говорить об этом только, когда восстановится сама ситуация, стабилизируется. Я так понимаю, даже наполовину он пока еще не восстановился. Может быть, на треть в лучшем случае, с учетом открытия. Туристический поток существует на внутренних направлениях, он есть. Туристы продолжают путешествовать и выбирать оздоровительный отдых, отдых на природе. Но говорить о восстановлении зарубежного туризма, конечно, пока не приходится, потому что многие направления пока еще закрыты. Да, а вот какие самые популярные направления были у алтайских туристов? Ну, у алтайских туристов и в прошлые годы, и в этом году, конечно, на первое место среди зарубежных стран выходит Турция. Если мы говорим про зарубежный отдых, верно? Да, да, да. Турция открылась, и с августа она была доступна туристам, в том числе и алтайским туристам, которые могли путешествовать из Новосибирска. Вьетнам, Таиланд. Эти страны пока еще закрыты. Но они также очень популярны. Они в прошлые годы, да? Да, конечно, это страны больше зимнего спроса, и они очень популярны как раз после Турции. В Турции туристический сезон заканчивается с октябрем, а в этих странах начинается, и поэтому туры во Вьетнам, в Таиланд традиционно пользовались спросом. И туда сибиряки устремлялись в зимние месяцы. И, видимо, это основной поток шел именно туда, да? Ну, в основном, да. Что касается зарубежного туризма. Что касается зарубежного, большая часть потока, конечно, шла туда. То есть, по сути, когда эти страны откроют, то можно будет говорить практически о восстановлении турпотока. Ну, несмотря на каких условиях откроют эти страны. Например, в Турцию эти правила очень просты. То есть, это заполнение анкеты в самолете, это заполнение там анкеты здоровья по прилету, и это по возвращению в Россию сдача теста об отсутствии вируса, коронавируса. Поэтому вот те страны, в которых такие условия достаточно просты, не требуются соблюдения карантинных каких-то мероприятий и так далее, то эти страны сейчас и пользуются спросом. Туда налажены еще прямые рейсы. Это тоже немаловажно. Кроме правил, важно еще наличие прямых рейсов. А давайте сначала обозначим вообще, какие страны нам сейчас доступны, кроме Турции. Ну, нам сейчас доступно достаточно много стран. Я остановлюсь только на тех, на которых доступны, наверное, более-менее доступны для туризма. Для туризма это доступно по-прежнему Турция. Там сезон еще продолжается в этом году, погода радует в Турции, и вылеты есть. Это Турция в виде экскурсионного туризма в Стамбул. Это такое, наверное, направление немного, может быть, экзотическое для нашего алтайского туризма, но, тем не менее, спрос и раньше был на это направление. Это Танзания, остров Занзибар. То есть это остров в Индийском океане, там тоже белоснежные пляжи, и это страна зимнего отдыха. Туда начнутся прямые рейсы середины ноября, и, в принципе, это тоже будет доступно для наших туристов. Из Москвы, возможно, начались рейсы на Кубу, то есть тоже популярное направление, потому что страна также привлекала наших туристов благодаря пляжам, благодаря системе все включено традиционной, поэтому эти страны также могут быть открыты. Открыты в какой-то степени такие страны, как Египет, Эмираты, но там требуются дополнительные тесты и для въезда. В принципе, сложностей особых нет, это все для безопасности создано туристов, поэтому я думаю, что при желании эти страны также можно рассматривать и для туризма. Тесты на коронавирус? Тесты на коронавирус. По прилету туда? Тесты на коронавирус нужно будет, во-первых, иметь на руках, на английском языке для въезда в эту страну, сделанные там не позднее определенного количества времени, но, как правило, три-четыре дня, за три-четыре дня до въезда. И тесты сдаются по прилету в эту страну, они бесплатны для россиян, и до результатов этого теста человек должен соблюдать изоляцию в отеле, в котором, ну, как правило, это в течение, там, в Эмиратах, это в течение дня приходят результаты этого теста, и дальше турист уже может продолжать свой отдых. На отдых особо не влияет. Да, на отдых не влияет. Есть страны, которые требуют соблюдения, изоляции, там, две недели и так далее, но эти страны пока не открыты для туризма, я имею в виду, поэтому мы их не рассматриваем. Что касается перчаточного режима, температурного, масочного, может, там что-то еще есть? Конечно, все эти мероприятия безопасности во всех этих странах также задекларированы, и соблюдение очень строгое. Ну, я думаю, что и у нас должно быть очень строгое, то есть здесь уже каждый свою безопасность оценивает сам, поэтому соблюдение масочного режима, штрафы за несоблюдение, соблюдение социального дистанцирования, то есть температурный контроль, все это есть в этих странах и в отелях. Отели, например, в Турцию, они проходят обязательную сертификацию, то есть чтобы получить этот сертификат, нужно соблюсти очень большое количество различных правил безопасности, и туристы, которые возвращаются с отдыха сейчас, они как раз очень высоко оценивают эти все правила, которые там соблюдаются. Но не жалуются на такое обилие правил? Я думаю, что все сейчас понимают ситуацию, поэтому все готовы к этому, и поэтому наоборот, от наших туристов мы получаем только положительные отзывы о том, что да, действительно немного правила отдыха изменились, но в принципе все наоборот в сторону безопасности, в сторону повышения уровня комфорта отдыха. Поэтому в основном туристы отмечают только правила подачи блюд, правила расположения в ресторане, то есть если раньше там возможно было блюдо выбирать самому, накладывать самому, то сейчас все это делает персонал, то есть иногда даже идет определенная дистанция между зоной подачи и туристами, да, то есть они должны издалека увидеть это все и наложить. Но это, как правило, не во всех отелях, но, как правило, вот примерно вот такие правила. Наши туристы, они же любят покушать, голодными не остаются. Нет, я думаю, что они привыкают к такой системе. Многие, наоборот, отмечают, что стало проще, да, то есть нет вот этого вот антисанитарии и так далее, потому что все сейчас очень четко, очень качественно. Ну а повторов может быть много, поэтому я думаю, что за блюдами, поэтому здесь я думаю, что проблемы нет у туристов. Ну и опять же про коронавирус вот такой вопрос возник. Если по прилету тест показал отрицательный результат, но через несколько дней в течение тура появились признаки, симптомы, и повторный тест уже положительный, то за чей счет происходит лечение? Вот про страховку, я так понимаю, стоит рассказать. Да, действительно, медицинская страховка, она всегда включена в туристические пакеты, но сейчас вот в нынешних условиях, наверное, особое значение она имеет, это и особое значение имеет знакомство с условиями этими страхования. Но, как правило, такой страховой случай, как коронавирус, он включен во многие туристические пакеты, большинство. Я думаю, что сейчас мы следим, чтобы каждый турист был знаком с этими условиями. Каждая страховая компания оговаривает, что если на отдыхе турист заболел коронавирусом и было подтверждено, должно быть подтверждено, то страховая компания, она берет расходы на себя. Другие ситуации возникают, когда турист, например, контактировал с кем-то, кто болеет коронавирусом, и отель принимает решение о том, что турист должен быть изолирован, но у него, например, тест не показал положительного результата. Вот в основной сложности возникают здесь, но здесь тоже есть выход, потому что ограничить количество контактов можно, воспользовавшись индивидуальным трансфером по прилету. Соответственно, снизить риски, возможно, заказав более какую-то индивидуальную программу отдыха. А из-за всех этих условий стоимость страховки не выросла? И, значит, стоимость тура всего? Стоимость страховки, она не возросла, но, как правило, единственное, что она возросла, это от курса евро, потому что страховка, она привязана к курсу валют, поэтому вырос курс валют, соответственно, и выросла стоимость страховки. Но существенных каких-то ростов мы не заметили. Единственное, что сейчас туристы более внимательно выбирают сам страховой пакет. И здесь возможны какие-то дополнительные опции, которые действительно, может быть, и стоит включить. Это увеличение и суммы страхового возмещения, это и какие-то дополнительные риски, которые включаются в эту страховку. И вот за счет этого, конечно, страховка может стоить дороже. Но и еще есть такая страховка, как страховка от невылета, от невыезда, от несовершения путешествия, в том числе и по причине болезни, вирусной болезни. Вот эту страховку мы сейчас даже распространяем и предлагаем и в турах по России в том числе. Потому что, в принципе, такой риск есть, и туристы тоже пользуются. Стоимость такой страховки не очень велика, но она составляет максимум 3% от стоимости тура. То есть в денежном выражении это может быть и не очень большие средства, а зато позволят вернуть потом эти средства, если вдруг произошел страховой случай. Туры по России. Наши туристы стали больше путешествовать внутри России? Ну, летом мы действительно наблюдали рост, очень глобальный, можно сказать, рост, интереса к путешествиям и на Алтай, и по России. Многие курорты наши даже не ожидали, что спрос будет настолько высокий. Пользовались спросом все практически услуги, экскурсионный туризм и семейный туризм, морские виды отдыха. Многие отели, особенно был дефицит качественных отелей, то есть в основном наверняка это связано с тем, что туристы рассматривали альтернативы зарубежному отдыху. Качественные отели, они бронировались очень заблаговременно и стояли в стоп-листах на очень длительное время. В этом году еще погода, она способствовала продлению туристического сезона. Сочи, они до сих пор принимают туристов, у них октябрь никогда не был месяцем высокого спроса. В этом году это месяц вот как раз спроса, активного спроса, погода радует. Даже температура моря еще не опустилась, и те, кто готовы купаться в такой прохладной воде, они еще до сих пор купальный сезон у них есть. То есть в основном наши туристы едут на море, на юг? Ну, в данный момент, конечно, больше, наверное, едут в Турцию. Я имею в виду, что вот сам туристический сезон, он продлился на многих курортах, в том числе и на Алтае. Что касается алтайских туристов, да, мы наблюдаем определенные интересы к отдыху в нашем Крыму, в Сочи, в том числе и в октябре. То есть такого познавательного туризма пока мало, да? Познавательный туризм, он есть. Есть? Познавательный туризм, он есть, но сейчас, может быть, не настолько он спрашиваемый, поскольку это предполагает смену множества локаций и так далее. Туристы больше выбирают такие вот оздоровительный отдых, семейный отдых, уединенный отдых. То есть отдельные коттеджи, отдельные номера и так далее. В России сейчас проходит очень интересная акция, интересная и для стоимости путевки. Это акция кэшбэк. Кэшбэк, то есть турист имеет возможность вернуть 20% от стоимости своей путевки за отдых по России. И новогодние даты, они тоже включены в эту программу. То есть единственное, что условие приобрести эту путевку нужно заблаговременно, до 5 декабря действует эта акция. Уже бронируют? Да, многие уже даже отдохнули. Куда бронируют? Ну, конечно же, это туры на Алтай, туры в Сочи, в Крым тоже у нас пользовались спросом. Оздоровительные какие-то программы отдыха, то есть в санаториях и так далее. То есть туристы активно пользуются этой программой. Есть интересы к экскурсионному туризму. Ну, конечно, такие города, как Санкт-Петербург, Казань, Москва, тоже туда в индивидуальных программах туристы тоже путешествуют. Великий Устюг никто не собирается у нас? Такие программы уже есть. И, как правило, мы их предлагаем. Это очень интересные программы для семейного отдыха. Но пока вот брони, пока только спрос. Есть брони, еще не было, но я думаю, что будут. У нас в этом году открывается в Белокурихе своя резиденция Деда Мороза. В наших программах она тоже есть, в турах в Белокуриху. Поэтому, возможно, какой-то туристический поток будет выбирать наши курорты, Белокуриху. С такой тоже уникальной программой. Ну, дай Бог, чтобы так и было. Будем надеяться. Спасибо большое за беседу, Наталья. Наталья Белоусова о туристической перспективе на ближайшие месяцы. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова